так друзья мои всем огромный привет сегодня у нас очередная порция украшений показываю вот так вот в кучке чтобы не разочаровывать вас и чтобы не показывать заранее то что я для вас приготовила потому что мне написали что они не хотят видеть заранее вещи которые буду показывать но видите я надеюсь что видно мало я сделаю короткое вступление я живу в канаде я снимаю видео не только об украшениях если вы впервые на моем канале то я снимаю обзоры магазинов примерки украшения находки в секонд-хенде винтаж и не очень в общем все что мы девочки любим и добро пожаловать на мой канал я всем очень-очень рада ну что ж давайте начнем мне сегодня не так много маркированных украшений есть немножко но на самом деле маркированных мало намного интересных давайте начнем с этой броши стоила она всего лишь 4 доллара как вы видите я посетила снова мой любимый магазин в котором я покупаю все намного дешевле чем других секундах отъехала подальше и вот была вознаграждена за затрату бензина и времени на проезд туда так снимаем цену брошь не маркирована но по-моему она винтажная и очень красивая очень люблю багетные кристаллы честно говоря я не знаю почему но почему тут багетные кристаллы они всегда вызывают какой-то какую-то ассоциацию с винтажом с чем-то таким дорогим и в общем ценным как-то не знаю почему но почему-то багетные кристаллы всегда являются каким-то вот таким показателем какого-то винтажных вещей хотя видите здесь некоторые кристаллики все кристаллики на месте на некоторые пожелтевшие есть вот этот багет на кристалл пожелтевший один здесь и парочку вот тут но тем не менее я считаю что брошь прекрасном состоянии я считаю что она винтажная хотя маркировок никаких нету по поиску я тоже ничего не нашла вот что то здесь вот на есть или это просто не это просто вам царапины ну в общем как бы там ни было брошь эффектная красивая и довольно такая вполне вполне на винтажную тянет так следующая брошь показываю ее сейчас без без этикетки потому что этикетка была снята в первом дубле теперь я не могу ее найти но она тоже стоила 4 4 5 долларов что такое видите у меня как-то все пошло криво косо не по плану и поэтому мне приходится сейчас вторым дублем снимать некоторые украшения которые я уже сняла но записалось все наоборот в общем ну бывает накладки при записи и так значит вот это брошь немножко не себе потому что я уже записала начала монтировать обнаружила что что у меня все это самое все все не так и теперь я возобновляю забавляю запись простите меня я немножко говорю может быть сейчас сбивчиво короче говоря это брошь я нашла ее тоже в секунде маркировок у нее никаких нету но посмотрите какая у нее длинная игла я понимаю поэтому что она должна быть винтажная я нашла очень похожую брошь компании я не по никогда не слышал это название я поставлю картинку сбоку и вы посмотрите там написано в общем название который мне ни о чем не говорит но то брошь была маркирована а моя нет но выглядят они один к одному очень очень похожи я думаю что ее носить нужно вот так суть потому что застежка вот ближе к этому краю если носить его так то вот так то она будет наклоняться а вот вот так вот я думаю надо носить только по моему там немножко другого цвета металл а у меня здесь вот такой вот он лимонно золотой та же брошировка то тот же узор в общем все 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 абсолютно так же сделано единственное что у меня нету на ней маркировки поэтому это странно но мне кажется все равно что она винтажная и брошь конечно красиво и эффектно и замечательно теперь опять же снимаю дополнение к тому что сняла потом позже вот таких вот три шикарных дресс-клипа этикетку от них вы увидите в следующем следующем дубле сколько они стоили потому что я повторюсь я снимаю после всего вот эти два я нашла в моем любимом магазине и они стоили по три доллара на одном из них есть маркировка сейчас я посмотрю вот здесь видите west germany на втором ничего нету но я думаю что они это что то есть мелко вот здесь так мелко что я убить и можете разобрать я нет по-видимому тоже вас чем мы если эта маркировка не просто какие-то царапины ну в общем я думаю что это маркировка сейчас я проверю возьму лоб подождите да здесь тоже маркировка вас джем они просто она очень мелко написаны и и практически не видно вот здесь ну вот здесь вот вот здесь но под лупой я взглядела винтажные конечно немецкие дресс-клипы я как-то раньше не очень увлекалась ими если честно как-то я их никогда не покупала но эти мне очень понравились тем что они вот именно вот такие вот винтажные старинные и я где-то вам где-то находила даже в интернете вот очень какой-то похож на этот и вот достаточно продавали за приличные деньги посмотреть как интересно он сделан я вот только не знаю еще вы сделано вот это вот это эмаль похоже что эмаль красивый такой рисунок вокруг так вот такой зажим и вот этот очень похож но не похож видите как интересно красиво он сделан выполнен какая работа они очень легкие такие знаете из какого-то металла легкого сделано но безусловно винтажные очень красивые и и в другом магазине я наткнулась вот на этот по памяти помнила вот про эти два и мне почему-то показалось что он очень похож стоил он 5 долларов это было в другом магазине стоил он дороже маркировок на нем не было никаких но я подумала что вот в комплект возьму но если честно придя домой и сравнив его с двумя предыдущими я поняла что это не совсем то же самое по по качеству работы и по виду этот намного грубее как-то сделан не так хорошо как два предыдущих может быть это это может еще быть зажимом для шарфа но тем не менее он тоже симпатичный я думаю что он не такой уж винтажный потому что вот эти два прям на мой взгляд прям довольно винтажные прям такие винтажные винтажные а этот так себе не очень хотя он интересный видите он такой объемный 3d можно сказать дальше у меня попалась вот такая брошь тоже интересная брошь я похоже находила броши в интернете есть по моему я может еще поищу представлю картинку вот не помню это кора не то какие-то какие-то брендированные но не совсем такие но тем не менее на нем нету никаких на нем на ней на броши нету никаких маркировок давайте посмотрим хорошо потому что я иногда нахожу маркировки когда уже снимаю вот эту вот этикетку и приближая на камеру я ее нахожу но здесь нет брошь очень эффектная цепь цепи в моде как бы продолжают быть в моде и эта брошь она показывает она как бы является ну как будто знаете такая цепь скрученная в кольцо эффектная брошь очень красивая и к этой броши я нашла вот такие клипсы я купила в другой день мне казалось что они идеально подходят но не совсем они подходят сейчас я вам покажу в чем дело значит стоили они 4 доллара это было в том же магазине что я и нашла и брошь только я в другой день приехала и мне казалось что они что я нашла прям очень подходящую к броши парочку но видите они не совсем если вы посмотрите на клипсы и брошь про 6 такого влащенного металла клипсы немножко брошированные и цвет не совсем такой здесь такой более желтый а этот более такой лимонный но вы знаете в нынешнее время то тенденция как бы чтобы можно чтобы подходила не обязательно чтобы это был прямо такой стопроцентный комплект и мне кажется что по стилистике они очень подходят друг другу короче нашла я значит эти клипсы мне они очень понравились сами по себе но на них нету никаких маркировок видите ничего шички хотя клипс конечно винтажные вот судя по судя по вот этой вот вот этой вот заклепки здесь и что интересно я нашла точно абсолютно такие же клипсы маны абсолютно один-в-в-один единственное что они маркированы или или не маркированы но они были на подложке маны и у них была друг другая вот это вот вот это зажим по-другому выполнен и зажим был такой вот как маны делает фирменные зажимы а здесь видите вот вот такой обычный поэтому я не знаю но выглядят один-в-один может быть маны когда-то делала выпускала их с другими зажимами и может быть не было маркировки а маркировка была только на на картонке на которой они были приделаны ну в общем вот такие вот клипсы мне кажется очень даже ничего симпатичные и подходят к этой броши даже то что они не совсем похожи но я думаю что вот стилистика одинаково вот этих цепей и в принципе она должна выглядеть вместе неплохо ну что ж поехали дальше две вот такие броши купила в одном магазине в том вот моем дешевым любимым значит мне кажется что они очень друг дружку под друг дружку друг дружки подходят по стилю не совсем в цвет это такая более серебряная брошь а это такое серебро более желтоватое может быть это не потому что они были так задуманы а немножко некоторые сход покрытия давайте рассматривать их по очереди значит одна почему-то стоила 3 доллара а вторая 5 вот так они почему-то оценили я не могу сказать что там есть какая-то маркировка на одной на другой нету что есть какие-то потери может быть я не замечала почему мне кажется что они похожи потому что потому что у них такой стиль одинаковый знаете хотя они возможно вполне совершенно вообще из разных опер даже скорее всего вы представляете вот здесь у этой которая дорогая давайте ее рассмотрим сначала у нее вот таким вот замок крючок судя по всему она более винтажная потому что вот этот замочек крючок он относится к поле так сказать старинным скажем так времена брошь видимо чешская или немецкая вот так она выполнена с обратной стороны филигран филигрань филигранью сделана вот такая вот пластина филигранная и с этой стороны вставка из mother of pearl перламутр красивый очень перламутр меня немножко смущает этот крючок мне кажется он не очень нету знаете довольно тоси расстегнуть нет довольно хорошо держится и и надо чуть-чуть видео выгнуть потому что иначе она прямо на самом кончике вот так держится ну короче брошь конечно винтажная игла чуть-чуть такая позеленевшие ведь проржавевшие но безусловно брошь красивая старенькая при старенькая мне кажется она даже возможно и антикварная хотя может быть я придумываю а вот вторая брошь сделана в похожем в похожем похожей техники но ведь она другая она мне кажется штампованная и здесь уже застежка более современная но тоже такая по моему винтажная видите вот здесь так закрывается собачка полнота называется они очень легкие обе здесь немножко пожелтение происходит в общем видите здесь филигрань а здесь по моему это штамповка металла и здесь вот она с этой стороны выглядит вот так интересный дизайн здесь какая-то вот эта нашлепка филигранная и тоже перламутровая вставка мне кажется они вместе смотрят должны смотреться неплохо потому что они тоже не совсем идеально подход друг другу но они очень похожи по стилю интересные броши конечно же несовременные этим интересные и такие оригинальные необычные я таких не встречала следующая брошь стоила 6 долларов мне кажется она маркирована или я придумываю я не помню яркая видная такая брошь есть очень много броши похожего дизайна у них маркировка так помню я не разобрала вот такая вот блестящая как будто бы лента вот так вот она прикалывается и получается вот такая вот как будто бы изогнутая лента и она действительно это не имитация она действительно сделана из такого изогнутого куска металла и сзади видите она вся броши рована и что же у нас за маркировка аманы до моды очень хорошо видно не затертая маркировка в общем такая вот симпатичная брошечка маны эффектная красивая блестящая яркая в общем долго говорить не буду вы все и сами прекрасно видите очень очень золотая следующая вещь это браслет казалось бы простой и стоил он 5 долларов но он не совсем простой минималистичный и очень скромный но он тоже маркирован и сейчас мы рассмотрим маркировку с вами маркировка маркировка где-то тут было вот здесь тоже маны я надеюсь что вам видно сейчас я постараюсь то я думаю что видно тимоны сделан очень хорошо красивая такая брошировка металла посмотрите простенький но очень эффектный я люблю такие простые браслеты а я люблю всякие браслеты и сложные люблю простых хорошо смотрится на руке легкий приятный такой знаете очень на все случаи жизни подойдет и впервые в мир и размер подходящий мне у меня тонкое запястье и мне не все браслеты подходят мне довольно трудно подобрать чтобы он был мне не 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 велик не падал с руки дальше интересное украшение очень не могу его идентифицировать вот такое вот интереснейшее колье посмотрите какое интересное сейчас я вам покажу поближе стоило на 6 долларов я а и мне кажется я вижу маркировку или опять же мне кажется ну-ка нет это просто здесь какая-то вязь на 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 металле значит давайте я вам покажу его сначала так вот полностью а потом мы будем его рассматривать и осуждать на его тему посмотрите какая прелесть бусы вот такой вот вот такой вот конфигурации бусины и металлические украшения и вот такой вот внизу висит кулон вот такими вот прекрасными бумажками надо все подвинуть это у них мало места вот такой вот симпатяга значит давайте посмотрим на него с обратной стороны как он сделан у него нету маркировок никаких я так близко тыкву в камеру вам надеюсь что вам хорошо видно видите сделано так вот интересно довольно качественно и хорошо вот этот как бы цветочек в нем здесь вот петля колечко и на него на надеты вот эти вот цепочки с этими с шариками шарики пластиковая судя по всему цепь сделана тоже очень приятные такие знаете красивый кстати цвет оранжевый но не яркий оранжевый такой оранжево-розоватый вот такие вот элементы и очень интересная застежка я эту застежку где-то уже встречала у меня есть что-то вот с такой вот застежка и посмотреть какая как интересно это сделано непросто видите такой штырёк и петелька я не могу найти ничего определяющего бренд этого оживили явно оживили непростое даже потому что вот так сделана застежка это маркировка нет маркировка смотрите как интересно видите и все вот так вот металл такой бит и брашированный не просто так все а все вот такое вот какое-то с фантазиями но я не нашла возможно здесь был какой-то шилтик который означал бренд тому что они просто не было брендировано но вот я где-то встречала у меня уже есть что-то вот с такой вот застежка я не могу найти что не могу вспомнить где я это видела где-то я это видел но по-любому ожерелье замечательное очень симпатичная очень милая хорошо сделанная и очень мне нравится буду носить его с при великим удовольствием и последнее ожерелье абсолютное сумасшествие это как не знаю скорее всего ничего в нем нету она видимо не брендовое недорогое но я не могла пройти мимо потому что я люблю вот такие необычные сумасшедшие вещи качество его хорошие за исключением вот вот здесь вот клей торчит со всех сторон то есть я как бы сделала вывод что понимаете что я между качество она все довольно такое тяжелое плотные плотный пластик металл очень хороший тяжелый вот здесь вот тоже как бы эти пластиковые бусины которые изображают камушки стоило на 8 долларов я понимаю что она не видимо не является каким-то каким-то брендовым ценным украшением но я не могла пропустить мимо вот такое вот чудо мимо своих рук она не могла уйти значит это пластик конечно такой знаете хороший плотный пластик серебряный металл так вот сделана рамочка и вот такие вот здесь жирафы 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 и здесь по одному жирафику и вот здесь вот вот такие вот бусины застежка и здесь еще болтается вот такая вот бусинка то есть явно претендовалась на умелось ввиду что-то ну что-то такое как будто бы это что-то дорогое и что такое ценное но конечно я вижу что нет просто потому что ну может быть клей просто вылез заклеена довольно неаккуратно поэтому я предполагаю что видите клей торчит поэтому я предполагаю что это ничего такого ценного в нем нету хотя должна сказать что кроме клея все остальное сделано довольно качественно качественный пластик качественный металл он не облез возраст не знаю мне даже может быть возможно что это даже какие-то семидесятые уж больно такое она ну как бы может а может девяностые может двухтысячные не знаю девочки вот тут очень трудно мне сказать и определить потому что это может быть все что угодно ну безусловно это не самый старый винтаж не самое старинное ожерелье скорее всего более современное но очень прикольно просто очень я может быть еще раз поближе вам покажу чтобы вы увидели как прекрасно сделаны эти жирафы как будто бы из какого-то дерева вырезаны или из камня в общем ну это конечно пластик но вы не выглядели очень интересно ну что ж дорогие друзья вот такие у нас сегодня были украшения вот такой показ я надеюсь что вам понравилось я надеюсь что вам было интересно если вы впервые со мной то я надеюсь что вы оставь останетесь на моем канале а если не впервые то я надеюсь что мои дорогие зрители любимые мои подписчики получили удовольствие и было им интересно и весело со мной я вас повеселила и развлекла на сегодня все с вами была дита из канады всех люблю целую всем пока бай